всех приветствую сегодня хочу посмотреть тему чем вы чем вам запомнится это осень где-нибудь здесь я выложу информацию до раскладе где я делала предсказания на осень как пройдет ваша осень можете посмотреть сравнить ну если вам будет интересно опять же таки не забываем что все расклады по крайней мере на моем канале связаны с предсказаниями да это больше такого развлекательного характера почему потому что предсказания да еще и общие на большую аудиторию они вряд ли проигрываются вот что-то такое может быть детально и может быть почему потому что но есть очень много факторов разных которые вот влияет на то чтобы прям вот проиграла все на сто процентов я все-таки все равно отношусь к предсказательной системе достаточно скептически но это мое такое субъективное мнение вот у кого-то она может быть другим окей поэтому все что связано с предсказаниями во первых у меня мало таких раскладов да во вторых я больше даже делаю акцент знаете на на энергию нежели на какие-то ситуации которые будут происходить вот но все же давайте посмотрим напоминаю что в описании к ролику внизу есть ссылка на мои услуги нажимаете и там читаете всю информацию контакты услуги которые предлагаю личные консультации и по выходным я провожу блиц консультации так в пятницу выйдет анонс разделе сообщества ссылка тоже есть под этим роликом то есть все необходимые ссылки вся необходимая информация всегда есть в описании к ролику как меня найти как со мной связаться и так далее ну да мы с вами приступим так тайм-коды кстати тоже есть в описании либо вот внизу здесь не проигрывается вот тут ролик всегда есть главы можете навести курсор и вам покажет да где какой какая позиция начинается а мы с вами приступаем позиция номер один так сюда до единички единички что мне здесь компьютер крыша компьютер смотрим чем вам запомнится это осень это осень завершением завершением чего-то смотрите во первых во первых энергетические люди очень устали знаете вот какой-то идет энергия изнеможения то есть когда не физически человек устает а я бы сказала психически то есть либо очень много задач разных надо решать очень много опять таки проблем проблем равно задача то есть неважно как это слово назвать дело в том что здесь очень много решений надо либо дел надо сделать и многие вызывают какой-то такой знаете трудность в преодолении да то есть не знаю как будто бы человек затрачивает очень много усилий прикладывает усилий затрачивает очень много сил для того чтобы разрешить какую-то задачу а когда таких задач несколько в очереди да то человек приходит такому состоянию что все я я устал да то есть нету сил вот мы говорим даже да вот это выражение нету сил нету сил чтобы так вот как-то встать да и продолжать бороться продолжать то там что-то отстаивать решать доказывать когда я говорю про задачи мне здесь видится больше задачи какие-то не столько бытового порядка да там что-то купить что-то приобрести там какие-то документы что-то сделать нет не такие здесь задачи как-то вот более какого-то другого порядка как будто бы ну то есть это не каждодневные какие-то задачи здесь скорее всего какие-то вот вопросы например допустим связанные с переездом либо вопросы там решения как-то связанные с детьми то есть здесь мне там я не знаю куда-то там их перевести что-то сделать но поэтому я эти задачи не называю бытовыми потому что они не имеют отношения вот каждому нашему дню да то есть это это задач повседневности но не вне не вот такой там не знаю как то может быть все расплатиться с долгами сделать суть заключается в том что очень много дел вот прям знаете череда каких-то дел к где нужно ваше присутствие обязательное то здесь нет такого чтобы что-то онлайн можно сделать либо делегировать вот как будто бы человек всего на себя на себе тащит и здесь очень много мыслительных процессов да то есть мы не просто решаем надо вот встать и куда-то пойти а прежде чем мы пойдем что-то сделано надо как будто бы в голове что-то продумать да как-то вот прочитать какие-то варианты рассмотреть что-то то здесь мыслительных процессов очень много поэтому здесь идет усталость человека это осень она запомнится активностью которая вот вызывает то что книги такой я не знаю марафон когда человек бежит бежит до выдыхается вот выдохнул стакан эти остановился перевел дух дыхание и дальше побежал вот вот эти вот остановки да вот они как будто бы запоминаются этой осенью что мало время как-то на отдыха вот куда-то вот вы бежите что-то делаете что-то решаете здесь такие моменты усталость от этого идет но с другой стороны вы стали более активными вы стали более земными в контексте того что как будто бы нету времени подумать о чем-то такому глобальным да возможно духовным вот именно практическая страна вопроса она забирает много времени и поэтому я говорю вы стали более заземленными более приземленными но вот именно решение вот их задач может быть это какие-то задачи которые длятся долгое время и надо было поставить точку они одновременно делают вас более решительными и более активными и как следствие более продуктивными то есть помимо усталости у нас есть тройка жестов да то есть здесь человек который не просто о чем-то думает а он именно действует и вот осень запомнится действиями и эти действия они приводят открывают вам новые горизонты открывает вам новые дороги почему потому что вы не в голове виртуально проживаете жизнь а уже действительно по максимуму физическом мире и поэтому здесь вы видите перспективы реальные не виртуальные а именно реальные которые есть и то здесь вот как будто бы знаете качество вашей жизни меняется вы на это обратите внимание вы увидите то есть вы стали другими вы живете по-другому и вы действуете по-другому и поэтому вы получаете другие уже результаты больше ранее вот как-то знаете здесь по первой позиции люди были больше скептики и теоретики да сейчас вот как будто бы вот некая такая вынужденность до заставляет вас действовать вам это не очень-то особо и нравится но вы справляетесь и и при этом вот что-то новое открывается вашей жизни как вас как будто бы выдавливает из вашей зоны комфорта или вынуждает вас поступать так как вы не поступали ранее и вот это вот вынужденная позиция с одной стороны она вас подавляет а с другой стороны она и дарит какие-то новые перспективы с чем это связано новые перспективы с тем что вы во первых что-то планируете во вторых вы получаете какую-то новую информацию новые какие-то идеи общение может когда больше здесь акцент идет на информацию на планирование поскольку вы начинаете активничать и действовать да вы получаете другие результаты другие результаты они приводят вас к тому что вы начинаете планировать уже что-то другое более реалистичное более прагматичны исходя из ваших действий и планировки идет коррекция ваших действий и вы понимаете что очень многое нужно разрушить то есть до тех пор пока мы находимся в виртуальном мире да как в каких-то наших представлениях да что-то там фантазиях идеях размышлениях это все хорошо но реальный мир это все-таки физика это эта материя и это есть реальность и она заставляет вынуждает нас что-то менять то есть когда вы с ней соприкасаетесь на то вы вынуждены как-то что-то менять и в данном случае это осень она запомнится какими-то разрушительными моментами разрушения любые внезапные разрушения они могут расцениваться как негативные вот но могут и как позитивные все зависит от человека который их проживает как он и будет оценивать и воспринимать здесь субъективная какая-то оценка в данном случае идет разрушение по пендакли то есть то что долгое время возможно ждали разрушается то что не давала каких-то результатов разрушается то к чему прикладывали какие-то усилия но не совсем понимали надо вам это или нет да то есть вот была какая-то остановка да была какая-то стагнация это все уходит да и на его место приходит четверка же словно приходит что-то такое более позитивное более живое да то есть уходит вот это вот медленная энергия земли такого что-то холодное да что-то холодное и тяжелое мне здесь идет и он на его место приходит вот что-то очень такое теплое доброе позитивное даже может быть в некоторой степени и огненное да то есть когда человек действительно радуется когда действительно человек наслаждается и заметьте четверка жезлов упала на десятку мечей данная усталость на психическое какое-то такое состояние истощение изнеможения здесь четверка жезлов который указывает наоборот на то что человек здесь наполняется энергетически то есть будет вот ближе скорее всего там ноябрь да вот почему-то мне к ноябрю ближе ну сейчас и заканчивается октябрь но вот ближе к ноябрю вот первые так скажем с натяжкой первые две недели ноября они будут такие достаточно позитивно где вы можете уже расслабиться где можете отдохнуть и можете знаете как-то вот получить какие-то первые результаты того что у вас открылось вот то что новое появилось в вашей жизни в осенью вот первые результаты вы уже получите где-то первые две недели ноября первые 10 дней чем еще запомнится вам осенью не знаю каким-то холодом вот именно душевным каким-то холодом но это связано скорее всего с исташки истощением вот психическим каким-то истощением запомнится также состояниями для кого-то спокойствие и некое такое знаете абстрагирование безразличия к ситуациями обстановка которая происходит вот вокруг вас на данном моменте а для кого-то запомнится точнее да какие-то может быть способностями увеличением каких-то качеств навыков до своих способных может быть способности каких-то может быть даже эзотерических то есть я могу предположить если вы каким-то образом там не знаю занимаетесь старого либо эзотерическими какими-то практиками то есть контексте именно либо рутинный каждодневный либо это средство зарабатывания денег да какой-то вот профессионализм ваш то здесь идет увеличение доходов да то есть вот осень вам запомнится этим также она может запомниться каким-то выбором который вам придется сделать выбор связанный с переменами вашей жизни причем она запомнится не переменами принесенные извне с вашими какими-то внутренними желаниями что-то изменить в своей жизни то есть вот вы как будто бы запомните что вот именно этой осенью я приняла решение что вот хочу вот так и дальше я просто начинаю действовать и двигаюсь в этом направлении то есть это это не внешне это внутреннее ваше состояние да вот семерка кубков это и подтверждает выбор да и вот маг ну то есть в принципе то что я и сказала карты и выпали запомнится тем как вы принимали решение да что я хочу управлять своей жизнью да я хочу выбрать либо здесь много людей много времени да как то вот вы работаете над своими желаниями над своими какими-то мечтами то есть действительно прикладываете какие-то усилия но первично да здесь как будто бы есть какая-то решительность то есть человек принимает какое-то решение возможно то которое ранее он не знаю сложно было ему принять да то есть я не знаю чем это связано знаете время это такое состояние субъективное вот когда человек готов вот тогда он и начинает действовать здесь вопрос даже не в мотивации и не влияние ни в чем вот когда человеку действительно что-то надо вот он начинает действовать и вот вам осенька будто бы запомнится тем что вы приняли решение что мне это надо вот у каждого это надо будет свое кому-то может быть в контексте личной жизни человек скажет а ты знаешь вот вот хочу просто там каких-то новых отношений и причем отношении настоящих человеческих добрых с взаимностью с пониманием с уважением вот хочу нормального человека без каких-то там фантазии мечты при при украшении вот действительно человека для души ранее не хотелось сейчас хочу и вот вот это вот принятое решение она как раз таки и даст вам результаты чуть позже того что а у кого-то может быть даже и осенью кстати того что действительно появится человек потому что есть внутренняя готовность знаете вот человек созрел и созрел из-за этой десятки мечей здесь какие-то идут завершающие моменты вашей жизни опять-таки если это в контексте личной жизни например да то какие-то вот человек принимает решение что все я устала к от череды каких-то неудачных отношений где-то сделал какие-то выводы да где-то психически созрел уже к чему-то но более качественному что ли не он принимает решение что теперь я буду посмотреть на эту сферу по-другому меняет отношение как следствие меняет отношение к сфере и к тому что он хочет и он получает действительно то что ему нужно да потому что вот именно по созвучию мы притягиваемся для кого-то это может быть касательно профессиональной сферы то есть здесь абсолютно не важно какой сфер это касается но суть заключается в том что здесь есть готовность человека принять на себя здесь даже не про ответственность а чтобы появилось желание и когда появляется желание на это желание нам даются силы нам даются энергия здесь на данном этапе до идет вот разбазаривание именно вот этой энергии на какое-то вот горизонтальное что такое горизонтально идет горизонтальное развитие но я имею ввиду какие-то вот бытовые моменты а вот здесь уже идет и королева мечей аркан влюбленных верховные жрицы то здесь уже открываются двери и горизонты и человек принимает решение вертикально в контексте своего развития на то есть первична духовное развитие человека он готов он созрел да и вторично уже как следствие того что он принимает решение что я хочу опять-таки если допустим личная жизнь я принимаю решение что вот я хочу именно такого человека поэтому я говорю это вертикальное развитие это не горизонтальная то есть здесь речь идет о именно о духовном развитии когда человек принимает решение что я хочу мне это надо я готов я созрел и поэтому вот так будет и как следствие человек получит тот результат который ему нужен о чем еще запомнится вот помимо вот этих вот перемены принятие решения чем еще за запомнится иерофантом о чем говорит иерофант о семейных каких-то ценностях то есть возможно здесь будет затраченные большие ресурсы на семью ресурсы финансовые энергетические там не знаю разного порядка внимания может беда то есть это могут быть ваши дети вы будете делять внимание это могут быть вообще ваши родственники на здесь может быть желание создания семьи то здесь человек все что имеет отношение к семейным каким-то ценностям к традициям да да будет прикладывать усилий на может быть у кого-то брак будет а может быть на кого на оборот у кого-то идет разрушение брака и будет прикладывать прикладывать усилия да там не знаю бракоразводный какой-то процесс то есть все что связано с семьей все что связано с традициями туда человек будет вкладывать ресурсы плюс-минус неважно но еще одну карту давайте выложим чем вам запомнится осень осень запомнится обнулением я так понимаю что это вот скорее всего вот тот ноября которым я говорила да когда сказал что что-то позитивное войдет вашу жизнь да какая-то новизна что-то какое-то обновление обновление обновлению видите старший суд то здесь обновление она действительно такое глубокое на уровне психики потому что двадцатый аркан он не выпадает вот просто тогда это завершение больших огромных циклов и когда человек делает переоценку ценности поэтому и говорится что это к возрождение то есть не каждый человек возрождается и не каждый человек возрождается сразу то есть нужно созреть именно психическое созревание да когда внутри есть это ощущение когда эти порывы идут изнутри вот здесь вот действительно человек созреет и к тому чтобы изменить свою жизнь допустим да на до и после здесь однозначно осенью произойдет что-то в контексте ценностей ваших ярафан тоже на это указывает что как то вот смена мировоззрения что ли смена взглядов может быть внешние какие-то обстоятельства да те перемены в мире которые происходят который заставит человека задуматься каких-то более глубоких ценностях и понимания себя и вот эти вот мысли они как результат дадут желание обновления желание обновления как минимум выйти из состояния пассивности нежелания что-то делать наоборот в какую-то активность да вот видите в активность желание как-то себя проявлять поэтому я и говорила что здесь велика вероятность увеличения от в профессиональной сфере увеличением доходов потому что здесь человек готов активничать готов взаимодействовать готов общаться с людьми проявлять себя в социуме то есть такое происходит когда вам уже не так страшно да когда может быть где-то на что-то вы относитесь как-то смена мировоззрения приводит тому что человек как-то более спокойно реагирует на какие-то моменты не знаю может быть на критику может быть на там как какой-то недостаток в какой-то сфере либо кризис но более спокойно потому что здесь идет вот именно зрелость то есть обновление идет после того когда человек возрождается из какого-то своего бездействия но он должен возразиться первично то есть он перестает действовать так как действовал в прошлом и появляется что-то новое как-то вот по-новому он начинает общаться разговаривать может быть выстраивает приоритеты ну вот как то так как то так вот такая вот у меня вышла первая позиция первая позиция но большинство большая часть времени уже прошла до сентября октябрь нам остался только ноябрь напишите если у кого что как уже отыгралась по идее должно быть потому что все-таки два месяца прошло любом случае позиция номер два красный камешек двоечки смотрим вас чем вам запомнится это осень двойка жезлов каким-то движением своим видите аркан колесницы либо переездами либо дорогами либо какими-то движениями это может быть прямом смысле да очень много действий здесь не действие здесь движение здесь дороги дороги движения какой-то либо в прямом смысле да куда-то вот там едете переезжаете либо вынуждены как-то находиться в транспорте вот мне транспорт все время показывают не ногами а вот именно транспорт либо это метафорично когда человек ставит себе какую-то цель то есть он принял решение определился здесь определение она отличная от первой позиции знаете иногда может казаться так что вот в принципе созвучно каким-то образом позиции да ну то есть допустим первой позиции я говорю принятие решения и например во второй но энергетика здесь абсолютно разные поэтому формат принять решение может быть другим то есть если в первой позиции идет вот изнутри вот этот вот порыв источник до желания то есть человек созрел именно зрелась психическая какая-то то здесь идет как-то более внешний какой-то фактор до принятия решений то есть человек принял решение именно в каком-то земном формате до что-то сделать что-то изменить что я имею ввиду в зеном то есть не на уровне там развития до идет какое-то развитие там духовное еще что-то нет либо как личности да а здесь нет здесь более такого бытового порядка бытового уровня поэтому я говорю может быть какие-то переезды может быть человек здесь принимает решения и ставит для себя какие-то цели может быть больше может быть на борту устраивается как-то на на работу может быть поставил себе какую-то цель на вот связанные именно социум то есть здесь идет внешний фактор горизонтальное развитие и больше внешний какой-то фактор вот видите и он имеет какое-то отношение к будущему возможно здесь человек долгое время думал да вот кем допустим я хочу стать кем не в контексте профессия чем я чем я хочу заниматься и каким человеком вообще я хочу стать для себя вот что я должен делать здесь движение появилось очень много движения очень много дорог вот колесо фортуны тоже говорит об этом да тоже колесо тоже движение тоже смена перемены какие-то изменения но вот смотрите шестерка мечей тоже говорит о том что человек движется движется к новым берегам к новым взглядом возможно здесь появляется в вашей жизни король жезлов до который является либо каким-то наставником либо является учителем либо лидером негласным может быть даже который куда-то ведет да то есть ориентируясь например на этого человека как на наставника как на учителя у вас появляется желание что-то сделать либо быть на него похожим либо что-то сделать также в своей жизни опять же таки вот ориентир на этого человека причем не такое ощущение что этот человек он идет через интернет то есть это человек не напрямую может быть здесь идет какая-то переписка с человеком то есть он может даже не являться для вас учителем напрямую но его миром воззрения она имеет какое-то косвенное влияние на вас то есть он как-то вот сподвигает вас неосознанно к чему-то да ну может быть рассказывает о своей жизни вы как-то вот вдохновляетесь и тоже хотите что-то делать это примеру это может быть некое такое блогерство да когда человек рассказывает о своих каких-то поездках либо о своем как-то переезде миграции рассказывает о том месте в котором он находится и вы тоже хотите это попробовать не таким образом вы как будто бы вот через этого человека получаете необходимую вам информацию недостающие принимаете решение что-то изменить своей жизни может быть даже и переезд а может быть просто выйти из какого-то своего сценария вот что-то сделать для себя на вот я сказала выйти из сценария из того что вас как-то разбивает вам ваше сердце может быть во что-то не удовлетворяла да в контексте себя ведь девятка пендаклей человек принимает решение что я хочу собрать себя например как-то по частям по пазликам вот и хочется уже просто вот другой жизни на более какой-то счастливой что ли и человек понимает что возможно где-то счастье мне не доставало потому что вот как-то вот прошлый опыт влиял на меня и человек принимает решение что надо что-то с этим сделать да как-то изменить и как следствие он получает на то что он в кавычках выздоравливает потому что ну здесь нету болезни просто собирает себя по частям и принимает решение что все я иду в новое да то есть оставляем прошлое позади и идем в новое то здесь что-то такое не совсем прям сто процентов позитивные как в первой позиции да здесь есть здесь появляется просто желание опять же таки это не 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 желание там знаете как свернуть горы и вот все мне подвластно нет здесь такое спокойное фоновое состояние что ну да найти иногда бывает так в беседе между близкими людьми и друзьями начинаешь говорить начали да вот смотри ты вот такие такие ошибки совершал вот ну давай плюнь на них вот просто сделай вот по-другому начни делать у тебя все получится черта давай попробуем принципе ничего не теряю но здесь нет такого знаете вот прям кардинально принятого какого-то решения либо переосознание либо какая-то переоценка ценности нет здесь что-то вот вообще весь этот расклад он такой достаточно поэтому я говорю горизонтальные он достаточно легкий то есть человек как будто бы приходит опытным каким-то путем своим не через там размышление еще что-то такое анализ нет опытным путем человек приходит что ну окей надо может быть и так попробовать но я не чувствую здесь усталости это вот однозначно как в первой позиции прямо измотанность такая здесь здесь нету еще чем запомнится вам осень туз мечей какой-то информации чем мы посмотрим сейчас посмотрим информация касательно королевы кубков здесь скорее всего информация вы получите как-то знаете взгляд не здесь показывает картину человека взгляд на себя со стороны то есть это может быть другими словами ну а другого человека что-то сказано то есть это не анализ когда вы смотрите на себя со стороны а это именно слова которые сказаны другими людьми о вас и они как зеркало до отображает что-то и вот такое ощущение что что-то вы узнаете что-то вам скажешь вам расскажет может я не знаю какую там диагностику прошли не в контексте магические каких-то способностей а вот может быть это получили там астрологическую какую-то карту да либо по дизайну человека либо таро нумерологии вот что-то такое знаете то есть какой-то анализ вам дали либо просто человеком поговорили и он вам сказал да как картинку у вас со стороны где показал вам насколько вот это вот ваша кубковость эмоциональность чувствительность при взаимодействии с другими людьми мешала двигаться дальше то есть вы как будто бы увидели вот какой-то затык свой вот в чем была проблема почему я не двигалась и здесь весь рассказ говорит именно об этом то есть что-то вы узнаете о себе либо понимаете скорее всего больше узнаете как-то потом идет понимание почему вы не двигались и вот здесь так интересно вы как будто бы сами удивляете себе а действительно почему я как-то вот не смотрела либо не смотрел в этом направлении причина опять же таки заключается в том что у вас не было вот этой девятки пендакли вы не были как-то были какие-то недостающие пазлы и из-за этого вы не могли сложить картинку целиком для того чтобы двигаться а сейчас время пришло вы как будто бы увидели себя со стороны и подумали о том что а давай я попробую да то есть вот здесь вот все так а давай я попробую просто попробую я не буду там себе какие-то цели ставить или еще что-то а давай мы просто попробуем и пойдем то здесь ушло в первую очередь вот это эмоциональность чрезмерная чувствительность ранимость мнимость может быть даже в каких-то аспектах наш человек понял что чрезмерная чувствительность именно проживание вот и всех этих состояний она не дает того результата который хочет человек то есть по сути человек хочет идти дальше развиваться но из-за того что он тревожится беспокоиться про если появляются какие-то страхи да это его останавливает и здесь человек как будто бы это понял и говорит да конечно здесь не говорится о том что исчезают ваши эмоции до что вы перестаете беспокоиться либо тревожить нет здесь просто говорится о том что человек принимает решение о том что давай я попробую да я знаю что буду беспокоиться но я просто попробую вот и вот это вот попробование попробование на демо версия так скажем она помогает вам двигаться дальше вы просто делаете один шаг за раз но вы как будто вы знаете здесь рискуете то есть для вас это риск для кого-то это может быть нормальная такая модель поведения но вот в вашем случае это именно риск потому что вы как-то преодолеваете с одной стороны себя вот эту свою эмоциональность а с другой стороны вы как будто вы ее сторонку ставите а то что я и говорила по повешенному видите вот эти вот ограничения ощущения где-то я чем-то жертвую мне не получится да здесь это в чем-то я несостоятельный то есть вот это вот скажем комплексы да либо какие-то ваши недостатки вы их осенью именно принимаете и поскольку вы как-то с с ними смирились либо помирились вы позволяете себе разрешаете себе попробовать что-то другое и двигаться дальше то есть раньше вот это вот кубкова стирком помешанного тройка мечей они не давали вам двигаться дальше а сейчас вы как-то одну не знаю договорились договорились на вы как будто бы человек который осенью именно начинает работать со своей ценностью и понимаете новые для себя какие-то возможности именно поэтому я и сказала попробовать потому что паша это начинающая энергия она только вот именно знаете как как надкусить да аркан колесницын тоже про это говорит то есть я не буду есть все яблоки на пути но я над кушу каждый чтобы попробовать и как-то сделать для себя воссоздать какую-то картинку того что вот а какой сорт яблок лучше то есть я не буду прямо углубляться там все яблоки есть с каждого сорта дегустировать не нет он откусит каждый и так вот достаточно поверхностно сделает какой-то выбор то есть это начальный этап но это очень большой и важный шаг вашей жизни который вы будете делать именно осенью либо уже сделали либо предстоит не знаю об этом напишите вы в своих комментариях но внутренние внутренние вы поменялись на то что вы рискнули вот для вас вот это вот вся ситуация она достаточно рисковая рискованная да потому что видите сталкиваетесь с какими-то своими страхами тревожностью но вы находитесь находите в себя мужество чтобы двигаться дальше в принципе я я говорю потом карты вытаскиваю на то есть вы видите это вот такой у вас этим у вас запомнится осень я бы сказала некой такой вашей храбростью отвагой мужеством до для того чтобы двигаться по жизни на самом деле это очень большой шаг кому-то может показаться что что здесь такого особенного просто бери и делаем так говорят люди которые для которых это является естественным каким-то таким способом существования для людей которым действительно сложно как-то решиться определиться принять решение сделать первый шаг это вот прям очень очень большой действительно шаг поэтому то что для одного является нормой для другого это может быть стремление только до к тому что вот я хочу стать таким каким другой человек уже является по факту поэтому вы здесь очень молодцы и большие мы с невзирая на то с чем вы сталкиваетесь здесь действительно большой труд проделан над собой и вот то что появляется этот позитив и желание что да я хочу двигаться и я попробую сделать это по-другому и вот это выражение у страха глаза велики но я все равно это делаю она действительно вот это вот отвага и мужество заслуживает похвалы в вашем случае вы двоечки молодцы так третья позиция зеленый камешек троечки чем вам запомнится это осень девятка жеслов тушь кубков десятка кубков сказать что что-то такое особенное вашей осенью будет происходить я не могу я имею ввиду вот что-то такое глобальное что может быть там я не знаю разделит вашу жизнь на до и после но очень важное то что запомнится осенью это ваше эмоциональное состояние это как будто бы здесь знаете вот мне идут какие-то эмоциональные качели от состояния того что я больше ничего не хочу все разрушено все бессмысленно у меня не получилось до состояния какого-то пика я счастлив я летаю в облаках вот состояние парень и состояние эйфория и вот вот это вот все она как будто бы вас останавливает то есть знаете как будто бы человек останавливается на своем пути и оглядываясь назад очень напоминает из фильмов мультиков да про моисея когда он значит своим посохом ударил и море разделилась на две части и вот он прошел большую часть да и оглядывается назад море это который он прошел оглядываясь назад он видит что за ним уже где-то какие-то части ну то есть вот эти две части они соединяются то есть море за заново объединяется и вот он оглядываясь назад до опираясь на на этот же за он видит как вот эти вот две части то есть плюс и минус эмоциональные как они заново объединяется то есть человек здесь как будто бы понимает осознает сколько всего я прошел да вот именно в в эмоциональном каком-то плане то есть если здесь говорить о том что именно вы помните конкретно вам сложно будет вспомнить то есть я имею виду какие-то конкретные ситуации которые запоминаются но при этом вы очень четко помните либо запомнили вот эти вот эмоциональные качели что прям как как некий такой гормональный сбой да поскольку меня смотрят женщины большинстве своем да все все понимают что такое женские гормоны когда один день вот на взлете а другой день в упадке вот здесь какие-то такие моменты и они вот знаете человек как будто бы оглядываясь назад говорит о том что сам себе что боже как я это прожил то есть вот как я я выжил вот в этих состояниях как я выжил потому что здесь действительно урок за уроком до пятерка мечей пятерка кубков один урок у нас идет через эмоции через состояние до нашей психики то есть утрата разочарование боже как совладать с этим а другой момент у нас по мечам да в мыслях вот это вот все накручивание да где-то какое-то предательство подлость подстава сколько уже можно вот одержимое желание я хочу с одной стороны вот вместе с другой стороны да ладно я тебя прощу и забуду потому что я хочу быть выше этого дела потом опять что то такое вот вот эти вот бесконечные бесконечные качели вверх-вниз вверх-вниз заставляющие вас двигаться дальше двигаться дальше по своему пути развития надо идти в новое но здесь именно осень запоминается тем что никакого развития дальнейшего нет вы остановились и просто оглядываетесь назад как-то не знает или подытожить то ли что-то вспомнить что-то здесь такое на вас накатило что нету пока сил двигаться дальше до ушел в монастырь на в какое-то уединение может быть ретрит для того чтобы вот прошить вот эту вот всю весь шквал каких-то эмоций поднятых на море на поверхность вот вот это вот все вы проживаете этой осенью оглядываясь назад но такое ощущение что это вот как некое такое подготовительный этап того что у вас будет ожидать впереди я не думаю что это будет зима но в любом случае что-то будет ожидать впереди поэтому вывод и оглядываетесь назад потому что нужно двигаться вперед шестерки мечей и шестерки кубков это что-то такое новое к чему вы должны будете пойти но пока пока вы в это новое не идете еще чем вам запомнится это осень еще одна пятерка да какие-то уроки идут какие-то уроки у вас идут этой осенью конкуренция какая-то борьба сражения соревнования нет выпадает первый великий аркан как аркан который освещает вот это вот все до для того чтобы вот произошло какое-то очищение чтобы что-то новое вошло вашу жизнь что новое хочет войти аркан силы прилив силы прилив энергии какие-то знаете наполнение вас энергетически для того чтобы я не знаю может быть потом что-то захотите реализовать то есть для того чтобы что-то новое в вашей жизни появилась на что пока еще не известно вам необходимы силы то есть вам нужно собраться силами как это знаете здесь показывают как парни которые занимаются греко-римской борьбой да вот как то со совокупление называется как-то знаете вот перед тем чтобы сделать кувыркаться вот они как-то не помню как это слово называется сейчас вспомнить не могу голову коленом нагибают и обнимает как-то так руками чтобы образовался вот какой-то некий такой круг чтобы это могло катиться как-то по по матам вот здесь как-то так то есть человек который с одной стороны себя защищает вот жизненно важные какие-то органы от того что предстоит ему пройти здесь не совсем про мобилизацию а как это называется это слово ладно неважно то есть здесь как будто бы человек вот свою энергию концентрирует внутри себя он еще не знает что его ожидает но он как будто бы концентрирует собирает эту энергию для того чтобы потом в дальнейшем ее использовать вот мне показывают потом как будто бы вот он встает и дает решающий удар по своему противнику до чтобы победить вот что-то такое здесь идет ну вот паша кубков потом пойдет новое какое-то начинание но новое вдохновение новая идея да и вы помчитесь помчитесь куда вы потом помчитесь к но к новым шансам до к новым возможностям к лучшей жизни к лучшей жизни своей поэтому оставив все позади но вот как будто бы то чтобы оставить позади я не считаю что здесь вы делаете какой-то анализ своего прошлого здесь вы просто оглядываетесь остановка оглядываетесь назад найти вот но бывают такие моменты когда уставшие садишься опускаешь голову вниз на на грудь да и думаешь позже когда это закончится все да то есть вот но столько эмоций нахлынувает что вот прям накатывает что сложно как-то с этим справиться и человек не понимает как мы дальше двигаться за потому что вот такое чувство что вот находится вы внутри достаточно спокойны и а вокруг вас вот идет вот этот вот тифон вот этот вот ветер вы внутри какого-то смерча находитесь да то есть вокруг вас все витает все рушится все все ломается а вы в силу своей усталости вот сидите голову опустили своем каком-то разочаровании и не обращайте внимание вообще на то что происходит вокруг вас с одной стороны это некий такой защитный механизм потому что если бы вы увидели вот то что происходит вокруг вас на самом деле вы находите в эпицентре вот этой всей заварухи не знаю смогли бы вы и хватило ли вам сил справиться с этим всем а так когда вы погружены вглубь себя такие знаете немножко расстроенные и одновременно расслабленные каких-то своих мыслях а вокруг идут те перемены которые должны произойти и вот потом когда пау паутихнет вот это вот все что вокруг вас происходит вы как будто вы знаете каким-то внутренним своим порывам поднимаете голову открываете глаза и видите что ну вокруг все солнышко свете да то есть все погода нормальная но вы тогда увидите вот что была разрушена то есть здесь поэтому я говорю некий такой защитный механизм что если бы вы увидели вот эту вот стену огроменную вокруг вас из вихря и ветра вот это вот мощная такой стихия я не знаю как бы вы отреагировали и было бы это правильная реакция поэтому вас как будто бы погрузили либо сейчас погружает вот в пучину ваших вот этих эмоций внутри себя через остановку девятков жезлов чтобы вы не видели все то что происходит сейчас а потом когда это все бы по утихнет и выйдет солнышко и появится у вас сил у вас появятся новые какие-то возможности шансы двигаться дальше новые какие-то идеи здесь почему-то пошли мысли о том что как будто бы вам было бы легко выйти из вашего какого-то застоя до либо из того состояния в котором вы находитесь на самом деле это вот какой-то обман что это легко на самом деле очень сложно очень сложно это скорее всего в контексте вот этого переживания до движения дальше то есть вам кажется что вы легко могли бы двигаться дальше но на самом деле это не не совсем так а в чем трудности движения непосредственно в самом движении в самом развитии почему потому что для этого нужно быть императрицей то есть для этого нужно обладать вот этими вот качествами внутри себя изобилия то есть легко бывает тогда когда человек находится в нужном состоянии когда вот я справлюсь то есть он верит в себя да у него есть какие-то определенные навыки необходимые для того что получить у него есть связи тогда тогда ну то есть как будто вы знаете вот и внутренние какое-то состояние и качество и внешние обстоятельства все складывается так гармонично взаимодействия друг с другом да что кажется все легко у меня получится но на самом деле здесь в этом есть заблуждение потому что вы на данном этапе находите в девятке жезла они в в императрице у которой внутри гармония и задача нести гармонию и баланс и через себя через свое внутреннее состояние во внешний мир сейчас у вас нет этого состояния поэтому вам кажется что я легко справился бы с этим это скорее всего в повествование того что я говорила почему вас сейчас погружает внутрь себя и вы не видите вот этот вот вихрь стихийный который вас окружает да вы как воронки какой-то почему потому что вы бы не справились с внешними обстоятельства потому что на данном этапе вы не являетесь императрицы вот о чем здесь идет речь дать еще два аркана вытащу до чем вам запомнится осень она будет какая-то такая очень медленная до вялотекущая но в принципе я и сказала но при этом в конечном итоге вы должны прийти к тому что научитесь найдете какую-то золотую середину между теми эмоциями которые вас одолевают вот этим запомнится да почему потому что все эти эмоции они вызваны вот я сказала со дна моря до поднимается вот это вот вся вся грязь да какие-то теневые аспекты то есть осень вам запомнится тем что вы увидите всех своих хочется сказать да субличности либо теневые вот эти вот аспекты которые будут подниматься со дна вашего бессознательного и ваша задача как будто бы будет прийти именно к золотое середине к спокойствию к тому чтобы вот усмирить вот эти вот свои теневые аспекты чтобы стать императрицы вы это запомните вот то есть здесь получается так что все процессы которые будут происходить они осенью будут происходить внутри вас но это не на уровне ментала знаете так я думаю там фото зиру мечтаю нет вы это очень ярко ощутите внутри себя вот эти вот все перепады эмоциональные слезы и радость и вот все абсолютно в плане состояния чувства будете этой осенью проживать запомните это надолго потому что как следствие вы должны будете исцелиться вы должны будете по умеренности уравновесить прийти к балансу к этим эмоциям на чтобы не эмоции вас поглощали управляли вами а вы научились управлять то есть выйти из эмоциональной зависимости и здесь вопрос не о страхах об очень многих разных состояниях с которыми вы сталкиваетесь вот такая у меня была для вас и третья позиция такой расклад благодарю вас всех за комментарии за лайки за то что комментариях поддерживаете такой знаете правильный уровень общения добрый с добрыми намерениями да с уважением к друг другу и используя правильную речь это очень важно в наше время знаете нести свет от нее не очень хочется чтобы именно на моем канале этого света было как можно больше а поскольку мы притягиваемся так друг другу по созвучию и я могу предположить что вы такие же светлые своей душе и так же как я стараетесь нести этот свет в мир чтобы именно вот на этом канале в этих в комментариях которые вы пишете что в них было больше света чтобы в них было больше радости чтобы вот как можно чаще каждый человек светил своим внутренним божественным светом освещая пространство и вот именно на моем канале чтобы этого светом приумножалась как можно больше это будет наш с вами вклад в мир в котором мы и сложный период который мы живем сейчас и за это я вам благодарна и низкий вам поклон все прощаюсь с вами всем пока пока